Рой понял, что чтобы застолбить свое место в истории, нужно сделать шаг, на который никто не способен. И он бросил вызов чемпиону мира в супертяжелом весе Джонни Руису. Тому самому Руису, который прославился разгромом Холлифилда, легенды американского бокса. Посмотрим, как отриггирует Рой Джонс, когда его ударит настоящий тяжеловес. Я думаю, как бы быстро он ни был, я его измотаю, говорит Джонни Руис. Да, он отправил на пол Холлифилда. Он опасен. Я знаю это. Но, раз уж я ввязался в это, нужно делать. Делать так делать. Рой попытался намотать на себя мышечную массу, но все равно до лимита не хватило. Ленокс Льюис, Крис Бёрд и огромное количество других тяжеловесов уверяли, что Рой Джонс впутался в совершенно немыслимую авантюру. Он не понимает, во что впутался, говорил Крис Бёрд. Тяжи – это совершенно другая запредельная категория. Ни скорость, ни выкрутасы Рой Джонса не помогут ему против этих огромных парней. В шоковом состоянии все следили, как Рой Джонс не дал ни единого шанса, а огромному, могучему Джонни Руису. Он, как всегда, был свободен, расслаблен, уверен на грани самоуверенности. Он читал каждое движение Джона Руиса. Когда хотел, он его опережал. Когда хотел, отрывался от него. Он показал полное превосходство, прежде всего, в боевом мышлении. И напрасно Джонни Руис считал, что размеры и мощь нейтрализуют скорость Рой Джонса. Рой Джонс двигался быстрее, бил быстрее, а самое главное – думал быстрее. Это была его стихия. Остроумие перед лицом опасности. Джонс рисковал, рисковал намеренно. Рисковал, потому что это была его стихия – риск. Под угрозой поражения многие ломались. Рой Джонс становился только лучше. Самое забавное, что Рой Джонс навязал тот самый темп, который, казалось, был выгоден Джонни Руису. И чемпион, пока еще чемпион мира в супертяжелой весовой категории, Джонни Руис, попался в эту ловушку. Неизменный Меркерсон по кличке Мерк. Как всегда, говорит одно и то же Джонсу, когда бой идет под диктовку его подопечного. Действуй по высоте. Угрожай вниз, бей вверх. И наоборот. В свое время в журнале «Ринг», который считается Библией американского бокса, появилась знаменитая статья, которая называлась «Очень забавно». Не слишком ли хорош Рой Джонс для своей собственной пользы? Несмотря на замысловатость этого заголовка, речь шла о том, что Джонс очарован своим собственным талантом, и что он может когда-нибудь стать жертвой переоценки своих собственных способностей. Так вот, все эти предсказания пока что не сбывались. Пока Джонсу было интересно то, что он делает на ринге, пока его волнует вызов, который бросает ему противник обстановка на ринге, и вокруг него до тех пор Рой Джонс. Тот самый Рой Джонс, которого все знают, любят, и от которого ждут чего-то необычного. И он никогда свою публику не подводил. Где-то к шестому раунду люди все поняли, что сенсации не будет. А сенсация – это разгром Роя Джонса. Будет сенсация наоборот. Появится новый чемпион, который всегда-то был средневесом. Он и в полутяжелом повесе, Рой Джонс, никогда не мог соответствовать тому лимиту, в котором выступал. Старая боксерская поговорка, что маленький хороший боец всегда проиграет большому хорошему бойцу, в данном случае не оправдалось. Джонни Руиз был достойным, хорошим боксером, и на него было жалко смотреть в этом бою. Итак, леди и джентльмены, единогласным решением судей Рой Джонс присоединяется к боксерской элите супертяжелой весовой категории. Чемпион мира в супертяжелом весе Рой Джонс-младший. Вот тут бы и вернуться на 10 лет назад, когда Рой Джонс сказал, что он скоро уйдет в отставку. Надо было уходить, потому что все, что мог, Рой Джонс сделал. Он достиг всего. Он потерял интерес. Он потерял кураж. Рой Джонс идет к рингу на бой с Антонио Тарвером, на который он выиграл до этого. Еще никогда не видели его таким равнодушным, незаинтересованным, непохожим на себя. Бокс превратился в рутину. И бокс незамедлительно отомстил Рой Джонсу. За это равнодушие. Первый раз за всю свою карьеру великий Рой Джонс оказался в том положении, в котором оказывалось бесчисленное количество его противников. еще никто не осознавал, что произошло. И вопрос, который всех волновал, кончилась ли эпоха Роя Джонсона. Ответ на этот вопрос не знает даже сам Рой. Пройдет время, любители бокса поймут, что они потеряли в лице этого человека. Когда-то Рой Джонс выступил в Радио Сити в Варьете. И многие сочли, что там ему и место, потому что только Рой Джонс мог создать зрелище, несравнимое ни с чем. Никто не способен был устроить в ринге то, что вытворял этот великий мастер. Все забудут имена победителей Роя Джонса, а Рой Джонс в истории останется. Останется, потому что он давал людям то, чего они хотели, что от него ждали, и он никогда их не подводил. Ответ к Peggy. когда он взрывается вторая. jasуханне. را